добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о развитии морального авторитета как мы можем отдать себя под контроль духа святого дух святой говорит с нами через писание дух святой говорит с нами через других людей и дух святой говорит с нами через нашу совесть этот внутренний голос дух святой обличает и это одна из важнейших функций духа святого который живет сегодня у нас он обличает нас вы знаете когда мы говорим о том что мы должны отдать себя под контроль духа святого то нам нужно быть очень внимательны к обличению которое дух святой говорит в нашу жизнь не отмахиваться от этого не пытаться закрыть глаза закрыть уши и сделать какие-то другие вещи которые просто прекратят вот это состояние дискомфортности которые приносит дух святой когда он нас обличает наша задача внимательно прислушаться к тому что он говорит когда дух святой тебя обличает нужно остановиться например недавно был в магазине со своей младшей дочерью и она сказала я хочу пить и начала капризничать это начало меня очень сильно раздражать и я уже хотел на нее накричать но внутри я вдруг просто вот я не знаю как это объяснить но я просто увидел насколько это ранит ее да она капризничает да ее нужно успокоить но если сейчас накричать на нее это ее ранит но я еще также увидел насколько это не некрасиво будет выглядеть со стороны насколько это будет противно богу я сел на колени обнял девочку и сказал хорошо пошли мы выберем тебе что-то попить мы отставили наши дела которыми мы занимались пошли взяли маленький сок и она уже спокойно пила вопрос не в выполнении прихоти ребенка возможно это и была прихоть но скорее всего это была простая жажда когда мы с вами внимательны к тому что говорит господь мы постоянно знаете я вдруг увидел что не так сложно было отойти из этой очереди чтобы взять ребенку сок мы задержались буквально на две-три минуты но можно было пойти по пути раздражения но можно было пойти по пути служения и это лучше и знаете бог он постоянно нас направляет таким образом он постоянно показывает нам на определенные вещи в нашем характере в нашей жизни когда необходимо код простить бог приходит и говорит почему ты его не простил до сих пор это нужно попросить прощения и бог приходит и говорит почему ты до сих пор не покаялся когда ты чутки внимательны к этому голосу тогда ты начинаешь быть более 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 зрелым человеком и дети последуют по этому же пути они также будут слушать голос духа святого они также будут внимательны к обличению и они не будут отвергать правду тогда ты направишь их по правильному